Всем добрый день, это прямой эфир, и это первый выпуск специального проекта MyGames, MyGamesStories. Здесь мы встречаемся, хотел сказать, с лидерами мнений, в вашей индустрии с лидерами мнений, с топ-лидерами компании, где сотрудники могут задать любые вопросы нашим героям. Сегодня у нас в гостях Илья Карпинский, который возглавляет, ну, можно сказать, что у тебя две должности, правильно? Это директор по стратегическому развитию MyGames и директор инвестиционного подразделения МРГВ. Как с двумя должностями человеку живется? Я бы не сказал, что легко или сложно, а в целом МРГВ является продолжением MyGames, поэтому оно не структурируется так, прям на две должности, потому что развивая стратегию компании, строя философию партнерского бизнеса, как внутри, так и снаружи, это, по сути, одно продолжение другого. Поэтому должность, наверное, две, но, по сути, они отражают одну большую деятельность. Я представлюсь, меня зовут Зера Черешнева, я работаю ВКонтакте, можно сказать, мы с вами коллеги, ВКонтакте является частью МРГРУП, занимаюсь событийным маркетингом, спецпроектами и прямыми трансляциями. Сегодня для меня большая честь брать интервью для вас, задавать ваши вопросы Илье. Если ты позволишь, мы начнем с самого интересного. Твой путь в МРГРУП. Восемь лет ты работаешь в этой компании. Когда читаешь биографию, глаз сразу хватает вот эту строчку, что пришел ты руководить внешней разработкой, а сейчас твоя должность кардинально в другом направлении и даже вид деятельности другой. Вот расскажи про этот путь, как он складывался, как ты дошел до... Не такое в этой части. Пришел я строить внешнюю разработку, потому что была гипотеза, идея, то, что мы хотели реализовать возможность работать с внешними студиями с точки зрения разработки, со студиями, которые базируются не в России. Это первый такой наш собственный опыт разработки игр в Штатах и в Англии, где мы их разрабатывали. И, в принципе, вся эта деятельность была в любом случае связана в какой-то степени как с бизнес-девелопментом, инвестициями, взаимодействии с партнерами и в какой-то степени тоже МРГВ – это продолжение той деятельности, которая начиналась как федпати-девелопмент. Потому что все, по большому счету, задача внешней разработки – выстроить отношения с партнерами, сделать так, чтобы мы вместе с ними разрабатывали продукты и умели находить точки взаимодействия. В особенности, когда мы находимся, например, в Москве, а партнер-разработчик находится в Ирвайне, в Штатах с 11-часовой разницей во времени, и нам нужно научиться с ним взаимодействовать и работать. Поэтому… Можно тогда сразу такая ремарочка? Вот такая сложная коммуникация с людьми подразумевает выбор вот этой профессии. За 8 лет твои супер-лайфхаки, которые вы уже выработали в работе с партнерами, раз ты об этом сказал? Нет, ну я не знаю, нет никаких супер-лайфхаков. Мне кажется, что основная вещь – это быть максимально прозрачным при работе с партнером и максимально честным. Никаких других лайфхаков нету, потому что если это партнерские отношения, они могут быть разными. И начиная взаимодействовать со студией, так же, как и с сотрудниками, неважно. Это задача выстраивания долгосрочных отношений. А в бизнесе высококонкурентном, таком, как игры, по сути, Goodwill, репутация сверхважна. Если репутация хорошая, все максимально делается прозрачно, то и отношения выстраиваются максимально прозрачно и доверительно. Причем того, что у нас сложная разработка, которая не всегда позволяет рассчитать все планы, бюджеты с первого дня, идеально их потом выполнять, то во всех наших взаимодействиях с разработчиками, с издателями, с партнерами всегда требуется понимать другую сторону и причинно-следственные связи возникших проблем или удач. Поэтому каких-то специфических лайфхаков нету. Есть, не знаю, ключевое – уметь слушать людей. Это уже важно, номер раз. Понимать их сторону, не просто занимать свою позицию и говорить «все, только так и по-другому» не будет, потому что это такая позиция тупиковая, с моей точки зрения. И всегда во всех отношениях, я, наверное, называю это так, когда выстраиваются любые отношения, сделки, любое взаимодействие, я не считаю, что одна сторона должна максимально выиграть. Потому что если одна сторона максимально выигрывает, то другая сторона, скорее всего, проигрывает и оплачивает этот выигрыш. То есть ты за закон win-win? Я даже не за закон win-win в таком понимании. Мне больше нравится говорить, что если обе стороны остались немного недовольны, значит, сделка прошла удачно. Потому что когда обе стороны немного недовольны, они не чувствуют превосходства другой стороны над собой. И даже если что-то осталось недосказанным проблемными моментами, они их стремятся решать. Я не очень верю, что это может быть win-win, и все прямо супердовольны. Потому что когда кто-то доволен, кто-то должен оплатить это удовольствие. И в любых подобных отношениях явно кто-то за это заплатил. А если все стороны немножко недовольны и понимают, что придется поработать дальше для того, чтобы все вместе достичь результата, тогда результат переговоров, установки отношений стал хорошим. Это мое мнение, мой подход. Ты знаешь, в любой сфере должность директора по стратегическому развитию всегда вызывает интерес. А что входит в задачи этого человека? Ты можешь рассказать, чем занимаешься именно ты, какие у тебя цели, задачи именно на этом посту? Ну, так как я изначально, ну, начинал, как уже сказалось, в федпатии, девелопмента, потом бездев, собственно говоря, по сути, это должность продолжения бизнес-девелопмента. Собственно, одна из задач бизнес-девелопмента — это поиск новых направлений, ниш, куда может двигаться компания. И в рамках данной деятельности, стратегия ее часть продолжения, вопрос, куда посмотреть на горизонте в один год, в два года или в три года. Если говорить про само понятие стратегии, с моей точки зрения стратегии, это возможность людям на местах принимать решения самостоятельно. Соответственно, если мы понимаем, куда мы хотим двигать компанию, куда мы хотим двигать каждый юнит внутри компании, то люди, руководители этих юнитов, могут спокойно принимать решения на местах, понимая, куда мы двигаемся. Если говорить конкретно про мои зоны ответственности, в них входит как МРГВ, как инвестиционное подразделение, бизнес-девелопмент, как развитие новых направлений. Также я вместе с Родионом Котельниковым занимаюсь развитием нашей игровой платформы и помогаю большинству инфраструктурных юнитов выстраивать продукты, которые могут использовать дальше продуктовые, юниты внутри игр. Ну, по большому счету, у нас есть разделение между студиями, которые делают контент, и сервисами, которые помогают продвигать этот контент, дистрибутировать этот контент, анализировать этот контент и так далее. И, наверное, основной мой фокус – это инвестиции в бизнес-девелопмент и общее стратегическое развитие, понимание, куда мы хотим прийти, и умение транслировать данное знание, понимание в остальных руководителей, для того, чтобы они могли спокойно принимать решения на местах. А можешь рассказать про путь, как вы в целом пришли к профильному инвестированию? Как вы поняли, что это направление необходимо? Как быстро? Ты понял это? Ну, на самом деле, с точки зрения... К инвестициям, наверное, потому что мы, с одной стороны, хотели разрабатывать продукты, и немножко погорели с федпати-девелопментом, со внешними студиями, не только внутри. Потому что для этого нам нужно было больше развивать именно такой продюсерский опыт. А в этой части, в России, не так много есть издателей, которые умеют именно продюсировать игры качественно. И, там, имея опыт в Невале, когда мы работали на другой стране в качестве разработчика с Ubisoft или с Electronic Arts, да, попытка сделать внутри, с ней очень сложно, потому что негде брать кадры. Кадры не так легко идут в Россию. Это как бы основная проблема звучит, как у нас нет своего Кодзимы, или... Нет, это не проблема Кодзимы. Кодзима — разработчик. У нас нет своих продюсеров, которые зачастую стоят на заднем плане, их имена не настолько известны. Сейчас не вспомню, есть девушка, которая создавала Assassin's Creed, как ее зовут. Вот это продюсер, сильный, создавший там серию. В случае, там, героев Меча и Магии, которую я разрабатывал, там был Фабрис Камбане. В принципе, когда я был разработчиком, мы его практически ненавидели. Когда я занял позицию федпати-девелопера, я стал его понимать. Ты понял, что это был супербол. И он вообще был отличным чуваком, который, в принципе, нас очень многому научил. Это с одной стороны. С другой стороны, мы покупаем много прав на издание продуктов готовых, лицензирование. А дальше инвестиции — это тот способ взаимодействия со студиями, внешними разработчиками или издателями, которые для нас мы посчитали наиболее эффективны по сравнению с тем, как просто заказчик в лице издателя, который берет на себя всю ответственность за результат продукта. Инвестиции для нас оказались таким коридором к взаимодействию с большим количеством студий, и там, где мы не берем на себя ответственность за результат в части разработки продукта. Это все-таки лежит на фаундерах и руководителях. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы помочь им этого результата достичь, предоставить им необходимый ресурс, проверять их ключевые этапы, делать аналитику, тесты, давать то, что ни одна небольшая команда сама по себе не сможет сделать, но делают продукт они сами в первую очередь. И это был способ найти свой путь к текущему MyGames, потому что мы пытаемся не конкурировать с классическими издателями, мы не можем быть платформой а-ля Apple и Google, потому что мы изначально из России, нам сложно построить суперглобальную инфраструктуру. С другой стороны, мы одна из топовых компаний-издателей в Европе, и за счет такого микса между бизнес-девелопментом, издательством и инвестициями мы пытаемся построить свою такую уникальную экосистему-платформу для продвижения продуктов через партнерское взаимодействие со студиями, фаундерами, других бизнесов. Слушай, это ужасно интересно, потому что проблема отсутствия качественного продюсинга есть во всех сферах, то есть это музыка, это кино, и вы единственная сфера, у которой получилось преодолеть эту проблему. Ну, как мы преодолели своей дорогой, в Голливуде, с этим нет проблем, потому что там огромная... Я имею в виду только Россию. Ну, конечно, там есть целая индустрия. Для нас мы пытаемся найти свой путь, как нам конкурировать с Electronic Arts, Activision Blizzard. Это один из наших уникальных, ну, нашей уникальной особенности. Выстраивание подобного типа бизнесов. Поэтому, если смотреть на нас, у нас огромное количество уже внутренних студий, у нас больше 30 студий в портфеле МРГВ, которые мы ждем, когда они подрастут, и они станут частью уже полноценного структуры MindGames. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы прямо в чатике этого интервью, и самое интересное мы озвучим обязательно в эфире. Илья на все сегодня ответит. Ну, будем рассчитываться на все. Вопрос следующий, который логически просто вытекает. Во что сейчас вы инвестируете? Какое основное направление? Ну, наше основное направление — это игры, да, поэтому здесь сложно сказать. Но, по большому счету... Но в игровой индустрии тоже есть направление. Ну, на самом деле, не так много направлений. Большая часть инвестиций в любом случае связана в основном с мобильными разработчиками, потому что это более-менее такой полноценный бизнес, который подразумевает под собой как создание контента, так и его оперирование. Да, и мы все-таки подходим к нашим партнерам как к бизнесу. Вторая часть наших инвестиций, мы все равно хотим инвестировать, и с этим пока у нас не так много сделок. Но, надеюсь, станет больше. Это все, что связано с PC и консолями. Там чуть-чуть не рынок устроен по-другому, поэтому там немножко структура финансирования, она тоже устроена иначе, потому что разработчик сам по себе чаще всего игру не издает, и в этом случае для него инвестором хорошим является издатель, который помогает ему сделать игру и продюсировать то, что мы как раз не готовы пока делать, потому что проблема с продюсерами, о которых ты сказал, она все-таки существует. С другой стороны, мы даем возможность разработчикам стать самостоятельным издателем, воспользоваться нашей дистрибуцией, но все-таки мы хотим, чтобы он самостоятельно взаимодействовал с конечной аудиторией. И в этой части мы как раз сейчас запустили MyGamesStore, на котором я говорил, и мы на базе MyGamesStore хотим создать тоже достаточно нестандартную платформу по дистрибуции и продвижению контента как раз для PC-консольных проектов. За счет этого мы надеемся, что наш Store тоже сможет занять достойное место в конкурентной борьбе между Steam, Epic Store и другими основными дистрибуционными площадками на PC-платформе, но в то же время иметь все-таки некоторое взаимодействие с консолью. И поэтому в этой части мы там свой фокус. Во-первых, он у нас всегда был, просто в данный момент у нас наконец-то формировалось видение, за счет чего уникального мы можем конкурировать с остальными издателями. Ну и мы по-прежнему пытаемся искать интересные инфраструктурные проекты, в которые мы тоже готовы инвестировать. Пока у нас такой проект есть только один, с которым мы взаимодействуем, это Overgear, но в данный момент мы ведем переговоры с несколькими платформами, которые могут нам собирать аналитику, помогать дистрибтировать контент, анализировать этот контент. Поэтому это тоже интересно. Не просто инвестировать только в контент производителей, но и в том числе в любые сервисы, которые могут улучшать... Производство. Не обязательно производство, engagement с аудиторией, анализировать аудиторию, находить... Overgear, чем интересный проект, это проект, позволяющий людям находить себе исполнителей, так же, как, не знаю, Юду, в рамках которого просто они помогают, не знаю, не доставить продукты или покрасить стены, а помочь, не знаю, пройти квест в игре, найти необходимые шмотки или, не знаю, помочь вообще правильно играть. Это не про киберспорт, это просто про игру. И сервис хорошо растет, видно заинтересованность людей и в том, чтобы обращаться. Ужасно интересно, кто ищет шмотки для игры. Нет, ну, во-первых, целевая аудитория — это те же геймеры, которые есть. Понятно, я имею в виду, сколько им лет? Ну, на самом деле, аудитория игровая... Мне нравится, там, в части презентации, которую мы показываем про наш бизнес, говорить о том, что, во-первых, в игры играет почти уже, ну, еще меньше, бесспорно, там, раза в три, чем, наверное, в интернет. Но, на самом деле, профайл пользователя стал очень похож уже на интернет-аудиторию за счет мобильного гейминга. Там огромное количество девушек играет, женщин разного возраста. Но там есть определенный вид игр у девчонок. То есть, это, скорее всего, всегда только мобайл и, скорее всего... Не обязательно. Мы сейчас посмотрим, как это, с учетом всех карантинов и остального, насколько растет в том числе домашний геймплей. Это в основном геймплей на PC и на консолях. И, на самом деле, отношение к играм сильно изменилось. Если раньше это все считалось, что это гиковская индустрия, где основной фокус, там, не знаю, 15-летние подростки или, там, не знаю, 25 лет мужчины, то сейчас женская аудитория, ну, ее уже около половины, да, бесспорно, ее еще, там, не, там, 50 на 50, но, там, 45 на 55 процентов, если смотреть по гендерной принадлежности, будут женщины. И, на самом деле, заказывают услуги бесспорно более взрослые люди, нежели чем школьники. Школьники могут за свой контент ничего не платить и добывать его самостоятельно. Но более взрослые люди, они уже готовы платить за то, чтобы им помогли решить какие-то задачи и упростили им геймплей. И это уже взаимодействие как надстройка над любыми продуктами, которые мы создаем. Скажи, а если я как актив нахожусь в вашем инвестиционном пакете, какие у меня есть возможности для развития? Условно, если я, допустим, не понимаю, как правильно выпустить мою следующую игру, я могу прийти к вам, кто мне поможет? Да, конечно. Ну, нет, в этой части... То есть, как будто нас, условно, так же, как компания, как МРГ покупает компанию, и компания может пользоваться всей инфраструктурой, абсолютно та же внутри структура у вас. Да. Но в этой части мы полностью поддерживаем любых наших партнеров. Они получают доступ ко всей инфраструктуре, митапов, образовательных процессов, обмен опытом между студиями и ко всем... А сколько у вас сейчас в студии? Внутри у нас больше 15 юнитов, там по-разному можно в некоторых случаях считать, и в портфеле больше 30. То есть, если я возьму так, что у нас больше 45, по сути, компаний внутри MyGames, каждая из которых развивает свою продуктовую стратегию самостоятельно. Если я возьму участников там SEO-митапа последнего, их было около 100 человек, и это только руководители студии или владельцы студии, которые с нами взаимодействуют. Поэтому в этой части мы активно развиваемся и в общем... А есть какая-то логика, кого вы берете внутрь, условно, а кого вы оставляете? Нет, ну у нас логика, в принципе, похожа на остальные большие корпорации, как на корпоративный фонд, если так смотреть. Если компания достигает определенный трэш-холд, мы, условно говоря, доводим свой пакет в ней до контрольного, и она становится часть... То есть, на самом деле, мы не хотим разделять между внешними студии или внутренними доступ ко всей инфраструктуре, обмену знаний одинаковый. Да, но частью полноценной MyGames, они становятся тогда, когда достигают минимально 10 миллионов долларов плюс выручки. С этого момента они становятся быть интересными для того, чтобы быть прямо полноценной частью MyGames. Потому что, ну, все-таки цель у нас экономика и бизнес, и в этом случае для всех, в основном, наших стартапов основная цель — это пробить определенный трэш-холд по выручке, либо создать уникальную инфраструктуру, либо уникальный, не знаю, сервис по энгейджменту с аудиторией, который мы можем монетизировать, ну, иным образом, да, не впрямую продавая какой-то контент, а используя этот сервис для того, чтобы, например, там, улучшить монетизацию, конверсии или еще что-то. А как молодые компании становятся для вас видимыми? То есть, условно, если я разработчик, и я понимаю, что у меня классная идея, у меня отличный прототип, там, условно, через две недели я буду готова показать классную рабочую игру, как они к вам приходят, и какие шансы остаться в следующем? Не, ну, на самом деле как? Больше, если смотреть по факту, то, на самом деле, приходят мало. Чаще всего приходим мы сами. Беспожно мы стараемся взаимодействовать со всеми конференциями, крупными платформами в качестве скаутинга. В этой части мы взаимодействуем и с Epic Games, и с Unity, и с Apple, и с Google, и с Microsoft, и со всеми конференциями, там, White Nights, Casual Connect, там, не знаю, Develop и так далее, для того, чтобы формировать все лидов, но по факту мы тоже активно ищем компании по всему миру, не только в России, но основной фокус пока Россия, Европа, США, и подбираем себе команды. Бесспожно, если команда приходит к нам самостоятельно на любом венте. А так бывает? Не, ну, приходят. Мы делаем же не... Ну, они могут прийти через сайт, либо на любой выставке, где мы участвуем. Во-вторых, мы стремимся проводить, помимо того, что у нас есть там, вот, Big Deal Conference, мы проводим в таком же формате, только уменьшенным сильно, маленькие ивенты в разных городах. И когда мы проводим ивенты в городе, мы стремимся позвать на этот ивент закрыт, и всех, не знаю, владельцев бизнеса или руководителей по приглашениям на этот ивент, где мы рассказываем, чем мы занимаемся, как они с нами могут взаимодействовать, и таким образом пытаемся выстроить цепочку взаимодействия и расширяем свой нитворк. Качественный коннект. Ну, по сути, да. А вот ты сказал о том, что чаще компании молодые сами не приходят. Не приходят потому, что им выгодно условно работать одним? То есть, как бы... Нет, мне кажется, что это проблема... Незнания? Ну, скажем так, точно так же, как хороший девелопер всегда ищет, где взять денег, зачастую, пока он молодой. Рядом ходят также издатели, инвесторы, и все остальные ищут, кому бы дать денег. Они, я называю так, они все, в принципе, идут по одному коридору, но друг с другом не могут встретиться. Соответственно, основная наша задача выстраивать любую попытку ловить девелоперов в разных местах, чтобы они про нас узнали, услышали и захотели с нами работать. С точки зрения предложения, которые делаем мы, мы считаем, что оно одно из лучших в мире, и поэтому с нами взаимодействуют студии из разных стран на данный момент, потому что мы им даем огромные возможности добиться большого результата. Но это проблема курицы и яйца, я не знаю, как это сказать. Но на самом деле это в любом бизнесе. Ну, это интересно, да, то есть это просто экстраполируется на каждую сферу. Совершенно верно. Среди тех вопросов, которые вы присылали из онлайн-регистрации, как раз есть тот, на который мы ответили, почему нужно идти к МРГВ, если у тебя есть игра и студия. Ну, вот второй звучит так. Какие бенчмарки для входа? Можешь коротко обозначить? Ну, наверное, я тоже не буду ничем здесь уникален, но бенчмарк для входа — это адекватность фаундеров, управляющих в любой студии, потому что как бы мы ни смотрели на продукт, одна из основных историй в любом бизнесе — это уметь взаимодействовать с партнером. И там не только, ну, да, и софт-скиллс, и понимание, куда хочется прийти вместе. Да, совершенно верно. На самом деле, скорее всего, остальное не так важно. Нет, но финансовые показатели... Нет, финансовые показатели, они важны в будущем. Мы же не инвестируем обязательно на уже успешные студии, да. Мы же сейчас говорим о том, как к нам прийти и пройти бенчмарк, где можно прийти уже с готовым продуктом, сказать, вот он уже зарабатывает, и тогда бесспожно проще обсуждать. А можно прийти просто с идеей и проходить? А можно прийти с идеей, не имея ничего, и, в принципе, в этом случае добиться результата. Ну, то есть как бы у нас есть несколько уже успешных кейсов, когда приходили ребята, в принципе, у них была идея, даже бизнес не был структурирован, и мы готовы их поддержать с момента абсолютно нулевой стадии, когда они имеют только идею. Если они могут объяснить, куда они хотят прийти, как они туда собираются добраться, ну, они абсолютно логично звучат. В этом случае мы их с удовольствием поддержим. Класс, то есть структура полностью, инфраструктура вся как в стартапах и, собственно, инвестиционных компаниях. Ну, в большом счету, да. Это интересно. Еще один вопрос из онлайн-регистрации. В чем основные различия МА и сделок и более традиционных оффлайновых бизнесов? МНА и оффлайновых бизнесов или... МНА и оффлайновых бизнесов, да. Ну, на самом деле, как? Если мы говорим про МНА, надо уточнить, конечно, вопрос в целом, но если мы говорим про МНА, то МНА изначально он подразумевает под собой Merchant Acquisition, когда компания вливается внутрь и становится частью, прям, не знаю, компании. Мы сам MyGames строим на партнерских взаимоотношениях, где мы компании, которые мы покупаем или инвестируем, не объединяем, ну, в некоторых случаях мы объединяем, исходя из стратегии конкретной отдельного юнита, в некоторых нет. Поэтому для нас история выглядит так. Сначала мы инвестируем в компанию, смотрим, насколько она может вырасти и добиться тех результатов, которые нам интересны, а после этого, бесспорно, мы делаем Acquisition. Но, скорее, мы не делаем Merchant в одну структуру, да. По большому счету мы компанию приобретаем, она дальше продолжает жить, сохраняя свою identity, она сохраняет свое имя, свою стратегию, свою уникальность. Да, она пользуется определенной инфраструктурой, которая унифицирована, но во всем остальном она остается уникальной. По большому счету она не может сохранять свой офис, но мы не стремимся к тому, чтобы все были, не знаю, построены под одну гребенку. Просто у нее появляются мощности. Ну, нет, у нее есть даже на стадии, пока она в стадии инвестиций, у нее тоже есть доступ к этим мощностям, но мы не мерджим компанию внутрь, когда мы, не знаю, набираем активы, полностью сокращаем инфраструктуру другого бизнеса и говорим, теперь вы вот сидите здесь, по таким-то правилам распорядка, и по-другому не будет. Все-таки мы смотрим на MyGames как на партнерскую инфраструктуру, которая стремится выстроить долгосрочные взаимоотношения с людьми, потому что мы верим в том, что руководитель студии, которая создана внутри или приобретена, от него очень многое зависит. И если мы купили компанию, а потом, например, не знаю, руководители ушли, получив деньги, и мы с этим бизнесом просто остались, если там нету сильной команды менеджмента, то, по сути, мы заплатили ни за что, потому что это же люди, которые создают продукты, контент, и если они уходят, то будет другой контент. Зачем тогда мы им деньги платили? Поэтому для нас важно находить ту модель взаимодействия, которая позволяет с людьми долгосрочно дальше продолжать работать. Поэтому в этой части мы отличаемся, наверное, от M&A классического. Если говорить по оффлайн, я так понимаю, это больше идет про все-таки не оффлайновый бизнес в чистом виде, а про реальные премиальные игры, которые есть. У нас есть разный способ монетизации продуктов. И в этой части мы на них тоже смотрим и не отказываемся с ними взаимодействовать. Поэтому, наверное, наше отличие в том, что мы хотим строить больше партнерское взаимодействие с людьми, нежели чем просто их купили, проинтегрировали, и они дальше, там, винтики в общем механизмы. Нет, наш бизнес чуть по-другому построен. Мне кажется, это более чем подробный ответ. Последний вопрос из онлайн-регистрации. Я напомню, что это инициатива, которая была запущена в компании MyGames в начале марта. Ask Tops Anything. И вот один из вопросов. Расскажите про свой главный лайфхак в умении договариваться в процессе вывода партнера на сделку. Но я боюсь, что если Илья на этот вопрос ответит, то мы потеряем просто очень много уникальной информации, которую Top Management использует как раз для того, чтобы компания успешно развивалась. Я бы не сказал так. Мы обычно присылаем Excel-файл и говорим, посмотрите на результат. Можете посчитать сами и понять, что... А, то есть все-таки ты можешь раскрыть этот главный лайфхак? Здесь нет никакого главного... Ну, то есть я опять же к этому не отношусь как к лайфхаку, и уже часть мы этого обсуждали. Здесь история в том, что если партнер, там, любой фаундер, владелец бизнеса понимает, что с нами он зарабатывает больше и быстрее... И при этом не теряет ничего, ни команда, ни сайт-принцип. Да, то бесспорно он согласится. Дальше чаще всего... Там есть несколько факторов. Это то, что можно назвать химией, когда между людьми выстраиваются достаточно мгновенно какое-то взаимопонимание. И вторая часть, это называется обычный Excel-файл, посчитаете результат, который вы можете достичь с нами и который вы можете достичь без нас. Да, это всегда неизвестное с определенными переменами. Но если есть химия, то тогда, скорее всего, люди всегда согласятся взаимодействовать. А если есть логика и уже доказанная модель, то, скорее всего, они тоже согласятся. А дальше мы в основном еще предпочитаем такой механизм, который говорит о том, что вот у нас есть уже успешные сделки, сходите к этим людям и спросите, почему они с нами работают. Почему нет? Не вижу смысла ничего скрывать. Мы, наоборот, пытаемся максимально выстроить поразрачные взаимоотношения. Еще один вопрос. Я тебя попрошу прочитать его самостоятельно. Второй фиолетовый выделено. У нас был отличный опыт взаимодействия с SoulCat Games по выпуску Pathfinder. По крайней мере, со стороны опыт кажется отличным. Было бы очень интересно узнать, почему мы отпустили ребят в свободное плавание, а также планировали мы в будущем выпускать семеловые проекты. Но опыт взаимодействия прекрасный. Это одна из команд, которая с нами достаточно давно. Так как для нас на данный момент в прошлом премиальные игры не являлись основным приоритетом, а команда хотела ими заниматься, мы готовы поддерживать, опять же, того, о чем мы говорили, правильных людей с правильными начинаниями. В этой части мы продолжаем взаимодействовать, во-первых, с командой AllCat Games, поэтому не сказать, что мы отпустили свободное плавание. Мы продолжаем взаимодействовать как партнеры. и за счет их опыта, в том числе, мы смотрим на рынок семеловых игр, и пока этот опыт хороший, доказывает, что этим мы тоже готовы заниматься, поэтому продолжаем взаимодействовать и искать те команды, которые также смогут для нас разрабатывать хорошие премиальные тайтлы и издавать их самостоятельно в будущем. Поэтому там в вопросе есть уже ответ. В большом счете, опыт хороший, мы продолжаем взаимодействовать. Ну, мне кажется, что мы ответили на все вопросы, которые так сильно вас волновали. Переходим к следующей интересной части. Хочется узнать, как ты увлекся играми, как это пришло в твою жизнь. Но режиссер нам подсказывает, что у нас бутылочка упала. Давай поправим. Без проблем. Ну что, расскажи нам, с какого возраста это увлечение есть в твоей жизни? Как оно к тебе пришло? Ну, пришло оно так же, как все играли в игры в детстве, в школе. Все в разное время начинают. Ты знаешь, нет, ну я играл в игры, для меня это было несколько факторов. Я тоже любил играть, не знаю, для многих уже, там, не знаю, айконик игры, Heroes of Might and Magic, с него начну, потому что потом это будет связано. То есть у тебя все началось именно с компьютерных игр? Ну нет, да, я играл в компьютерные игры, и то же самое, учился на юриста, и думал, чем бы заняться в будущем, и в принципе... Подожди, учился на юриста, это уже студент. Да, да, да. Ну и начал я в школе, бесспорно. А бизнесом я занялся после института. Первая игра, в которую ты начал играть? Я уже не вспомню, это какой-нибудь, не знаю, Марио на приставке Atari, или там, не знаю, начинал я... Нет, подождите, была первая приставка не Atari, а был такой компьютер БК-1000, и потом был The X-Spectrum. Там было много разных прикольных игр, всякие Target, Renegade, Dizzy, ну, те, кто-то могут это вспомнить. Из этого всего я помню только Марио. Не, ну, Марио это было уже на приставке, которая выглядела чуть... Я не помню, что из них было первым, если честно, а, наверное, приставка была даже, возможно, первой, потом был БК, потом Spectrum, но это была целая история, там, переписывание кассет, там, и все в таком случае. Ну, то есть, много играли. Target, Renegade, одна из, там, прикольных игр, первых, в которые можно играть было вдвоем, целой толпой, и потом она превратилась в различные файтинги, которые есть на консолях. Ну, все с этого начиналось. А ты в том возрасте мог предположить, что игры могут стать профессией? Нет, в том возрасте я даже не предполагал, что игры могут стать профессией, хотя, там, не знаю, еще в школе мы пытались записывать диски, кассеты и прочее, как-то ими пытаться торговать, пиратить, еще что-то делать. И это приносило деньги. Нет, я бы сказал, что денег это не приносило, но это приносило увлечения. Потому что игры невозможно было достать, да, и основная история от того же «Спектрум», это была запись на магнитофонах, кассеты другу, потому что это вот была такая история. И попытки писать первые там какие-то игры, да, в школе были попытки. Писал какой-то, стрелял кого-то, не знаю, на «Паскале». Нет, все это превратилось в бизнес, когда заканчивал институт. Я играл тоже в «Балдургейт» и еще там, по-моему, «Майт и Мэджик». Был такой ресурс «Ролимансер», на нем был еще crpg.ru. И, в принципе, это был первый ресурс, на котором мы все познакомились в интернете с целой тусовкой и пытались, не знаю, писать статьи, еще что-то увлекаться играми. И это было, не знаю, первое увлечение, когда мне понравился сайт и еще на какие-то, не знаю, карманные деньги мы начали всю эту историю поддерживать. Потом, ну, в принципе, это было не только компьютерные игры, но и там славесные. А основная работа при этом у тебя была? У меня еще работы вообще не было никакой. А тогда карманные деньги они подобрались. Я что-то пытался подрабатывать в виде, не знаю, консультировать, как там в последний курс юридического академии что-то пытался зарабатывать и что-то делать как юрист, не как игры. И, в принципе, я даже, не знаю, поступил в адвокатуру и планировал так же, как у меня семья, юристы, адвокаты, и, в принципе, продолжить изначально семью как-то. Адвокатскую практику моя сестра ее по-прежнему продолжает. И в процессе уже создания там роли-майнтера сайта родилась идея в том, что хочется с этим что-то зарабатывать и был создан клуб «Лабиринт». Там была тоже тяжелая история, потому что в тот момент мне понравилось играть всякие ДНД и прочее, что связано с настольными играми, а не только с компьютерными. И мы пытались сделать первый клуб, мы его запустили. И так началась моя там бизнес-карьера, когда я забросил все желание заниматься, не знаю, адвокатурой и быть юристом и открыл клуб. На Friends and Family деньги, причем там не интертеймент, а про настольные игры. А быстро ты собрал деньги? И как ты аргументируешь? Не, ну у меня там одноклассник моей сестры меня там поддержал в этой части, сказал, история прикольная. Тогда бизнес настольных игр был совсем мертвый, компьютерный, я не понимал, как делать, поэтому начал с этого. И в принципе, это, наверное, было самое неудачное из моих попыток, потому что это была очень гиковская история, и многие, кто в тот момент увлекался МТГ, вспоминают, то есть как комьюнити она была очень прикольная, как деньги она приносила плохо. Ну, как любой бар, мы тогда не понимали, как делать там, не знаю, бар, продавать пиво и прочее, и больше это зарабатывало на обычной истории развлечений. И в тот период, когда мы только это начали, я уже понимаю, что клуб, это, наверное, было как бы желание, там, не знаю, сделать какую-то тусовку, но не очень бизнес, а чтобы делать бизнес, нужно заняться чем-то серьезным, а не клубами. Ну, то есть клуб тоже, наверное, серьезный бизнес, но мне не настолько прямо в тот момент получалось. Как назывался клуб? Клуб Лабиринт, он назывался, на Большой Полянке был. И их было несколько, сейчас их сильно больше. И, собственно говоря, исходя из данной истории, первые были поездки, не знаю, в мире, узнать, что такое, настольные игры подробнее, и были приобретены первые права, там, на Сеттлерсов Катан, Арсмэджику, Манчкин и так далее, в виде лицензионных прав, чтобы издавать их в России. Я помню, что тогда практически ничего, кроме монополия, тогда было только монополия, права мы купили. Я помню, первый раз это стоило какой-то геморрой, отправить первые тысячи долларов за права, там, на Арсмэджику. Это первая книжка, которую мы в России издали. И первый Сеттлерсов Катан, когда мы купили права, дальше было непонятно, где произвести пластиковые фишки, потому что, ну, надо разобраться. То есть вы полностью от и до весь процесс Мы купили права, а дальше мы учились с переводом, как это произвести, издавать и так далее. И поначалу, да, весь мир знал, ну, не мир Россия знал, а только игру монополию, когда я приходил в магазин и говорил, «Чукаробок», мы смотрели круглыми глазами, говорили, зачем? А первый журнал «Ролемастер», который мы напечатали, его так, по-моему, он ушел в топку, потому что журнал-то мы напечатали, статьи сделали, а дальше, как бы, как дистрибютировать мы не смогли. Ну, то есть как бы выяснилось, что все это на порядок важнее. А почему не пришли к вот такой распространенной истории, когда издаются первые, там, издания, там, какие-то студенческие газеты и так далее, их просто раскладывают в кафешках? Не, ну, мы где-то пытались раскладывать. Не пошло. У меня были хорошие знакомые в процессе этого выяснилось в издательстве АСТ, мы пытались по журналу взаимодействовать с техникой молодежи, но как-то все рассказывали, ну, мы, стартапов в России тогда совсем было тяжело, они все были готовы поддерживать, но, как бы, не помогать реально что-то делать. И на самом деле, три года я промучился с историей, как покупать права, дистрибютировать, собирать деньги, которые никто не хотел платить за эти товары, специализированных магазинов не было. И там, в 2005 году, когда бизнес с трудом развивался, я решил, что уже всего хватит, как бы, одному страдать, история явно тяжелая. И пошел попытки, все-таки хочу заниматься компьютерными играми, и, собственно говоря, дальше я ссылал сначала резюме в разные компании. давай вот на этом моменте остановимся. То есть, Hobby World, это была такая тяжелая... Не, ну, он на самом деле... Просто ты сейчас описываешь это как очень сложную историю, историю, которая начала лететь, она начала лететь в 2008 году. Она не полетела там с первого дня. Да, ее просто не бросили по дороге. И права мы продолжали скупать. И я считал, что это один из основных вещей, в том, что приобретая любую интеллектуальную собственность, ее при правильном подходе из других странах это развлечение будет развиваться, и здесь тоже все будет развиваться. Но основная проблема была в каналах дистрибуции. Ну, это в любом контенте, да. И на тот период просто магазины, там, не знаю, Манчкин, они не хотели дистрибутировать. Это одна из самых популярных игр в мире. И в России сейчас. Потому что там было написано на коробке что-то там типа «Предавай, делай еще что-то». И Детский мир первый раз сказал, мы никогда такую коробку на полке не поставим. Потому что здесь, соответственно, вообще что-то написано неправильно. Это сейчас они с удовольствием все это ставят. А в тот период это была целая боль и проблема. Просто уговорить что-то, взять, попробовать. И это было тяжело. Это сейчас, когда они приходят, им говорят, в очередь, потому что как бы вы здесь необязательная история. И пожалуйста, берите только не такие условия. Но мне нравится, что когда ты все это рассказываешь, сейчас тебе горят глаза. Не, они и тогда горели. Просто в какой-то момент ты понимаешь, сколько можно биться в эту историю. И на самом деле целую индустрию, она и была создана в то время еще несколькими компаниями. Если говорить про эту историю, основной ее всплеск начался тоже, наверное, мне нравится история про партнерство. Когда уже работая в Невале, мир хобби уже развивался, мой друг и партнер его продолжает так и развивать, там были ребята, которые первыми сделали карточную игру Берсерк, и это было много таких мелких стартапов. И на самом деле уже в году, в 2008-м их стало появляться больше. И там было принято решение, давайте мы объединим две компании, потому что как бы здесь конкуренты стали появляться, и что-то рынок начал расти, а мы там, условно говоря, 8 лет что-то строили, а здесь начали конкуренты появляться. И в принципе, это было, наверное, одним из самых правильных решений, потому что мы там развивали эти истории параллельно, а не карточные игры монастольные. И когда это объединилось, получился такой уникальный буст для современной компании, которая, не знаю, у которой больше 200 магазинов своих, всю свою инфраструктуру, она торгует играми не только в России, а уже во всем мире. И это, собственно говоря, примерно объединились в 2010 году, а 2008, почему упоминаю, это первый кризис, когда интертеймент, в момент, когда все умирает, он начал расти. То есть если до этого все игры воспринимались только как монополия, и прямо сложно продавались, потому что всех нужно было уговаривать, взять хотя бы на реализацию в книжный магазин или еще куда-то, то первый такой прям вскачок продаж, который произошел, это примерно 2008 год, когда он совпадает с кризисом. Ужасно интересно, что будет теперь. Мне кажется, что любой... То есть я отношусь так, игры вообще в любой кризис это самое дешевое развлечение, оно дешевле, чем кино. Поэтому обычно игры за всю свою историю, если в мире смотреть, они ни разу в момент кризиса, у них максимум, что происходило, они не просаживаются. Просто рост год к году чуть-чуть притормаживается. Но индустрия, которая, с моей точки зрения, если перестанут играть, то значит деньги уходят только на еду. Это вот последний барьер, там, еда, ну, то есть и средства первой необходимости. Потому что все равно люди хотят интертейм. Как-то проводить время. Конечно, без этого никуда. У нас не так много времени остается просто до конца эфира, поэтому мы должны обязательно обсудить твою лидерскую историю. Сейчас у тебя достаточно большая команда. Расскажи, как она строится. Как много у вас человек? Не, ну, во-первых, как в самом Майгеймс человек много. Если смотреть студии Маргавея, то Маргавея тоже много. Но если говорить про фонд, там всего 20 человек. И она строится в плоском достаточно режиме, и у нее нету... Она вся только из высококвалифицированных профессионалов, соответственно, есть... Просто выглядит... Ваша деятельность выглядит так, как будто это отдельное огромное здание с кучей людей. Не-не-не, любые фонды они делают большого количества людей. Единственное наше, наверное, отличие, мы пытаемся в какой-то степени копировать модель там Андерсон Хоровиц, потому что мы саппортим студии не только в виде, там, не знаю, просто как сделки. У нас есть отдельно, там, условно говоря, блок инвест-менеджеров, продюсеров, эдиториал-тима, включающих гейм-дизайнеров и маркетинговой поддержки и технической поддержки. В этих частях мы помогаем студиям выстраивать их бизнес. Но я, например, не хочу в этой части, там, не знаю, превращать это в большое количество людей. Я и так хотел... Это сложнее в управлении сразу же. Ну, во-первых, это превращается тогда в другую структуру. Мы хотели удерживать в 15 человек, там, не знаю, сейчас за счет того, что там масштабируемся на мир, чуть больше будет становиться. Ну, вот, по сути, мы достигли определенного там количества. И, наверное, в части там наших продюсеров, то, что у нас такие инвестиционные, их количество будет расти, потому что каждый человек там в состоянии, наверное, поддерживать взаимоотношения и развитие там, не знаю, с шестью-восьмю студиями. А если их количество растет, то в этой части у нас там есть увеличение персонала. Но другого увеличения точно не хочется. Потому что я не считаю, что в таких узловых точках нужно большое количество людей, оно формирует дополнительную нагрузку. И на самом деле процессы замедляются, они ускоряются. Поэтому здесь их немного. А можешь рассказать, какой у вас внутри фонда тон-флой сообщения друг к другу с коллегами? Какие у вас есть, не знаю, правила, привычки? Какими принципами вы руководствуете? Тяжело люди воспринимают фонд. Он достаточно специфически подобраны люди. Ну, во-первых, у нас все открыто и прозрачно, и нет никаких базовых правил, кроме соблюдения определенных стандартов качества. Ну, понимаешь, все равно базовые правила они везде разные. То есть везде по-разному начинается там рабочий день. Везде, например, мы в социальной сети у нас, мы даже не обсуждаем, кто во сколько приходит, потому что мы всегда на связи. Но у нас тоже нет такого обсуждения в играх и в My Games в целом. У нас достаточно все, нету понятия там супернормированного рабочего дня касается всего My Games не только и Моргер. То есть этого понятия у нас вот нет в целом? Я так понимаю, что и у вас его нет. У игр нет ни в каком виде. Игры вообще живут, особенно разработка с частыми крончами, когда люди работают и по выходным, и там по 12-14 часов. Это не связанная вещь, все хотят получать результат. Да, это бизнесы, которые ориентированы на результат, а не на процесс. Наверное, соответственно, это влечет за собой взаимоотношения. Если я беру фонд, потому что там достаточно много циников, которые все откровенные и прочее, ну, у нас такой специфический стиль общения выработан, исходя из людей, которые там просто подобрались. Он максимально открытый и удалось то, что сделать, то, что там есть много людей, которые раньше были там, не знаю, могут быть конкурентами достаточно сильными, они могут взаимодействовать хорошо за счет там достаточно большой открытости, цинизма и такого, как это, назовем это, позитивной токсичности. Позитивная токсичность это очень интересная тема. Ну, потому что у нас есть часть людей, которые, как это, предпочитают в лоб говорить много всего, как есть. Не все люди готовы это, например, воспринимать сходу. Но, приходя в данную команду, с этим приходится сталкиваться. Ну, есть любые новички, они когда-то первый раз попадают, оно у нас такое как... Дедовщина. Оно не дедовщина. Оно просто все в лоб и не скрывая, как это... Если что-то плохо, никто не будет скрывать и скажет, делаешь плохо, как бы, да, и типа, что за дела? Ну, то есть, у вас нет такой истории, что любой сотрудник может... К любому сотруднику можно прийти с любым вопросом и это тебя... Нет, у нас есть такая история. Это по умолчанию, опять же, во всем MyGames. Любым вопросом можно прийти к любому человеку. Ну, просто он тебе честно скажет, что если ты делаешь дерьмо, он тебе так и скажет. Ну, по сути, да. Нет, здесь есть вопрос... Но для бизнеса это хорошо. В разных подразделениях. Если я возьму конкретные МРГВ, да, за счет того, что времени достаточно мало, никто не хочет тратить много времени во внутренних коммуникациях. Понятно, что выстраивая отношения с партнерами и, вот он говорит, там, где важен soft skills, все отношения выстраиваются максимально корректно со всеми, как это, вытекающими, с долгими переговорами и так далее. В особенности, когда взаимодействуешься с какими-то американцами, там невозможно ничего в лоб говорить. Все люди предпочитают сначала очень долго обсуждать разные вещи. Но внутри конкретно коллектива исходя из твоего вопроса все максимально прозрачно. На самом деле, в этой части любые почти фонды, они построены на подобной прозрачности и цинизме в каком-то внутреннем. Поэтому в этой части он отличается, например, от студии разработки или там издательского подразделения. Ну, как бы цинизму чуть больше. Можешь назвать свои ключевые принципы в управлении людьми? Ну, наверное, мои ключевые принципы. Я готов достаточно людям сильно доверять. давать возможность несколько раз ошибиться. Но если человек не доказывает свою самостоятельность, ну, если, опять же, про МРГВ, то тогда с ним достаточно быстро тоже прощаться. Если говорить про бизнесы, которые ориентированы не на коммуникации и выстраивание бизнес-продук, историю неинвестиционную или не безделовскую, то здесь, наверное, основные принципы строятся на умении фокусироваться на конкретных задачах, умение превращать бизнес-идею в рутину и с помощью этой рутины доводить до результата. Ну, собственно говоря, к экзекьюшену сводится. Поэтому, если говорить конкретно про меня, я предпочитаю давать возможность людям достичь результата, бесспорно, в ключевых точках их контролируя, и давая им возможность добиться результата. То есть, по большому счету, если говорить про меня, я такой, как бы, торговец возможностями, которые человек либо воспользовался и достиг результата, ну, либо у него была вся возможность, извини, тогда, честно, давайте расставаться, или, там, не знаю, тебе лучше пойти и работать в чистом операционном бизнесе, не в инвестиционном, потому что ты такой человек. Соответственно, я строю больше из управления людьми и возможностями, нежели из алгоритмического управления. Там, дали задачу, обязательно приняли и в таком вот виде. И дали задачу, вместе с задачей получил ответственность, принеси мне результат. Если не можешь принести результат, приди по дороге, давай разберем, несколько раз можно помочь. Если это не твое, то перейди на то, что будет твоим. Бесспорно, я верю в том, что мир круглый, люди всегда возвращаются и стремлюсь в том, чтобы давать людям ту задачу и ту возможность, которую они реально смогут реализовать. И, исходя из этого, получить от них максимальный результат. Честно и интересно. Топ-менеджеры это люди, которые постоянно находятся в процессах и которым постоянно нужно получать новые знания, бежать на месте, чтобы не опоздать. У тебя очень интересная история с образованием. Расскажи, пожалуйста, про свою учебу в Стэнфорде и про то, как ты продолжаешь свое самообразование вот по сегодняшний день. Ну, мне кажется, здесь такой момент. Вопрос такой. Во-первых, образование это взаимодействие с людьми. Если говорить про меня, да, я как-то, пытаюсь ему чему-то учиться. Знаешь, как это? Основная сложность... Вот расскажи нам, где, когда и как. А, там, не знаю, была когда-то выучить английский хоть как-то, чтобы говорить свободно с людьми. А почему это сложно? Да, мне кажется, юридический факультет это сложнее. Не-не-не, там как раз мне казалось не так сложно. С языками всегда была сложность, поэтому это была первая сложность под названием. У меня она выглядела так. Я когда в Невал пришел, сказали, вот Юбисофт, вот есть ты. Я такой, а как это? А как общаться-то? Я, в принципе, до этого никогда... Такие, ну, не французы, ты как-нибудь справишься? Но, в принципе, это помогло на первом этапе. Для них-то он тоже был неродным. Поэтому там есть много шуток про меня, ходивших в Невале, о том, как выглядели письма по началу внутри коллектива. Поэтому это, наверное, первая часть. А дальше... Ты пользовался гугл-переводчиком? Тогда его еще нормально не было. Я, скорее, сейчас пользуюсь иногда граммолем, нежели еще гугл-переводчиком. И появление кучи сервисов сейчас ставил сильно лучше. А тогда с этим было больше сложности. Не помню, как назывались переводчики, которыми я пользовался уже. Но еще был... Ну, это интересно, что ты рассказываешь про... Соответственно, дальше всегда возникал вопрос. Это примерно из категории, когда ты приходишь к программистам, ничего не понимая, как это происходит, и технический директор начинает оттаскивать тебя от программиста, а ты пытаешься с него выбить. Он тебе хоть как-то объяснил, почему это не работает. И уже сроки давно сгорели. И тебе нужно разбираться, как устроена, не знаю, разработка игры, софта, не знаю, рисование арта и так далее. На самом деле, в какой-то период, если начинать про меня, то я начинал с того, что я, не знаю, когда-то в немалку купил почти всю подборку книжек, Гарвард Бизнес Ревью из попытки читать, как управлять людьми, строить истории и развиваться. И, наверное, в этой части мне повезло, потому что основатель Невала и его операционный директор были очень крутыми людьми и по-прежнему есть. И они очень много чему научили в реальной жизни. Про Невал и московскую, например, игровую разработку ходит история, что, не знаю, Орловскому можно уже бюст ставить за то, что это почти он обучил огромное количество людей понимать, как разрабатывать игры и как с этим взаимодействовать. Там, Дима Девишев и целая такая плеяда первых разработчиков, которые сумели что-то создавать. Так я не пришел в момент основания компании, когда они уже делали что-то известное. Первый учился я там. Ну, там, подборку Гарвард Бизнес Ревью, это мое уже дополнение, было из истории, давайте поймем, как вообще в мире все устроено. И учение, наверное, было такое, Ubisoft, Electronic Arts, это все было там живую и на бою. Наверное, поэтому я тоже предпочитаю людей бросать из лодки в озеро. И наблюдать выплывут. Да, и наблюдать выплывут, и они пытаются их за ручку долго тренировать. А с точки зрения дальше, когда мы строили тоже одни из первых параллельно оперирование и развитие игры, это был вопрос разобраться, как все это издавать, оперировать, руками разбираться, как это устроено. Ну, то есть, моя история, там, не знаю, с первой барной стойки, когда как интересно поразливать пиво. А дальше все это начало превращаться чуть более системно, когда ты понимаешь, ну, я считаю, что употребление знаний самое быстрое, это прочитать книжку и позадавать вопросы. Дальше, когда ты понимаешь, что времени там хуже, там, не знаю, я пробовал ходить на, не знаю, курсы директора по онлайн-маркетингу в металлогию. И самого интересного там было познакомиться с людьми, потому что в первом потоке пришли в основном тоже любопытные, в основном-то они все уже знали, а не те, кто преподавали, потому что было интересно, что здесь преподавать-то собираются. А история со Стэнфордом, она, наверное, не совсем даже в чистом виде про образование, когда ты первый раз приезжаешь в Стэнфорд, думаешь, круто, там было бы учиться, но кто тебя возьмет. Как только стоит туда попасть, ты не думаешь, сколько это стоит, где ты возьмешь деньги. Но основной момент в том, что это такая из категории мечты. Хочется здесь побывать. Хочется понять, как это устроено. Как тебя это зацепило? Тоже приехал просто туда на какой-то семинар? Не, ну я приехал не поэтому, нет. Как-то на экскурсии я там был давно и прочее зацепило меня это, наверное, потому что, не знаю, первый из наших там знакомых, друзей и прочее там Дима Гришин побывал, а дальше я стал наблюдать, ну то есть я так не погружался, в какой-то момент интересно пойти к какой-нибудь MBA закончить, но дальше ты приходишь и понимаешь, что в принципе ты можешь уже преподавать на этом MBA и в принципе там, не знаю, в России бессмысленно. И дальше идея какая? Из MBA, которые есть, их там не так много, и в период, когда у меня там было желание, там, не знаю, джемат, я, например, наверное, не готов сдать. Потратить год, чтобы подготовиться, а это все-таки совсем... Время. Ну и время и тяжело, и это в лучшем случае там в Стэнфорде как раз они рассказывали дальше. Обычно люди как строят свою карьеру, они там, не знаю, лет 25 пытаются поступить на MBA, правильно, двухлетний. Лет в 35 идут в какой-нибудь Слоун или прочее, где однолетний курс. А СЕП это уже программа для там, ну это аналог экзекутив MBA, это не MBA в чистом виде, но тоже дает доступ к Аламне, это по сути такая, типа сжатая... А по времени сколько? А он шесть недель длится. Что в Стэнфорде, что в Гарварде, в Гарварде он там восемь недель. И, наверное, первая история про такую возможность, это был Дима, который уже сказал, типа, что он уже там был и как это круто. А подбило меня про Стэнфорд. И по-прежнему ты сидишь и думаешь, ну кто же тебя того возьмет, кому ты там нужен. Напиши эссе, ладно, Джимат, вроде на СЕП не нужен, но там есть ЦЕНС, потому что не берут... То есть как-то он стоит дорого. Но желающих настолько много, что ты можешь... Желающих больше бесспорно, чем там его цена, но там есть несколько ЦЕНСов, что на СЕП, что на АМП, которая Гарвардовская, потому что там берут либо владельцев бизнеса от определенного уровня, либо, условно говоря, там С-левел от тоже такого-то уровня корпорации. И по-другому... Ну, то есть есть ЦЕНС базовый. Дальше ты сидишь, ну, что, ладно, Гришина взяли, ну, Гришин же одно, как бы, что же я так... Не возьмут. Дальше идут несколько постов еще от друзей, тоже знакомых, которые раньше там, например, у меня там, не знаю, работали еще в Невале. И ты такой, надо думать, как строить карьеру. 2018-й. Нет, я даже не про это думал. Мне этого хочется попасть и прочее. И, типа, спрашиваешь, как там было? Супер круто. Говоришь, ладно, хорошо, подам заявку. Я же не там, не только С-левел, у меня там история, там, знаешь, больших стартапов, уже бизнесов и так далее. И, в принципе, наверное, в этой части, ну, то есть, да, я достаточно, я с первой попытки прошел и лицензии, там, эссе, и все вопросы, собеседование, которое туда идет. Ну, да, он там стоит денег, но оно того стоит, потому что основная история СЕПа, это не просто образование MBA, где идут лекции. Это история, что ты... А это нетворкинг, конечно, в первую очередь. На самом деле, я когда приехал, для меня это была история такая, типа, крутой нетворкинг, потому что это круто, все рассказывают, кто был, вот эти, крутой нетворкинг, много там людей. Другая проблема в том, что они-то заняты в разных других индустриях, и то, что есть крутой нетворкинг, они никак... Не факт, что мы в твоей индустрии... Ну, вообще, можно применить там в живую жизнь, да, это ты приезжаешь, тебе говорят, подожди, нетворкинг это одно, сейчас поймешь, как это круто, потому что, наверное, в Стэнфорде самая крутая часть, это в том, что с кем ты учишься, да, они просто... Да, там самые крутые, наверное, преподаватели, которые есть в мире, они сосредоточены в том, что, там, не знаю, ну, то есть они отобраны в топовых вузах, там, не знаю, я хочу еще парочки таких поучиться, в принципе, уже план составил, там прямо есть такие. Какой следующий? Ну, там либо Гарвард, либо Уортон, там просто есть Advanced Financial Management, и такая же штука есть в Гарвард, немного отличаются все по знаниям и по людям, которые есть. Но когда тебе приходят просто, там, в том же Стэнфорде, не знаю, там, SEO, Zoom, сейчас как самая модная компания, да, самая востребованная с учетом работы на удалянке, чтобы почитать, тебе лекцию дополнительную, потому что это супер престижно именно для этой группы лиц, или там, где приезжает по дороге канцлер Австрии, который был с официальным визитом, там, не знаю, в Калифорнии, но он считает, что ему важно попасть в воскресенье на, там, не знаю, СЕБовскую программу и там выступить с лекцией, то ты понимаешь, в какую среду ты попадаешь. И, собственно говоря, все студенты, с которыми ты учишься, это люди, которые все абсолютно успешны, добившиеся результата, и все обучение выглядит не просто в том, что там есть, там, в 6 утра все начинается, там, не знаю, с какого-нибудь спорта и, там, не знаю, коллаборации, и официальные лекции идут до, то есть последняя заканчивается в 6, с 6 утра до 6, и это вторая официальная часть, а дальше еще, в принципе, ну, кроме нескольких дней, которые там были до 9 вечера, потому что 6 недель, поэтому все очень жаль. Но дальше все участники, они тоже рассказывают про свой бизнес и то, как они достигали своего результата. И, на самом деле, в какой-то степени эта часть может быть на порядок интересней, потому что, там, не знаю, приезжают топовые фонды рассказать, как они там, не знаю. Там приехали, сейчас не вспомню, как называется фонд, это маленький фонд, такой, он условно маленький, он почти как секвой, такой не очень публичный, там приехали муж с женой, они там в GP фонде, со своим видом сказали к нашей винодели, мы приехали с вами пообщаться, сказать, чем мы вообще здесь занимаемся. И, в принципе, с точки зрения нитворка, ты попадаешь сразу же на людей, как бы вот, топовых, да, или там, не знаю, человек, который там третью компанию строит, там, и продает его каждый раз по несколько миллиардов долларов, он там учится в этом себе. И это круто, но не просто потому что нитворка, а потому что все эти люди готовы с тобой делиться своими знаниями, общаться и рассказывать, как они этого достигали, в чем особенности их бизнеса, это все можно поговорить, и это очень круто, потому что столько новой информации и знаний из первых рук, а не из уже трансформированного в книжку или в еще во что-то получить невозможно. Столько интересных там лекций, которые трансформированы. Но там люди, которые заканчивали полный MBA, они, например, шутили, что им там целый год аккаунтинг преподавали, а здесь тот же, ну, не тот же преподаватель, но даже те, кто Стэнфорд заканчивает, говорят, оказывается, это можно было сделать за четыре лекции, потому что чем мы год-то мучились, там, десять лет назад. Условно говоря, качество материала тоже очень крутое. Ну и, наверное, третье, что круто в Стэнфорде, это в том, что ты возвращаешься обратно на, там, не знаю, 20 лет назад, когда ты был студентом. Вот это, наверное, на самом деле... Это чувство, да? Да, это чувство, когда... Там у каждого потока по-разному, но там это, наверное, одна из самых таких ключевых историй, и я не знаю, насколько это в других там вузах и прочее. Здесь, там, на третью неделю это все уже превратилось в студенческую жизнь, несмотря на там загрузку, с учетом, там, не знаю, вечеринок, там, не знаю, приезда полиции, как это... Несмотря на то, что это Стэнфорд, и как это... Совокупное, там, не знаю, состояние, там, 200 человек, которые учатся, в принципе, тоже было огромным, но, в принципе, там, полиция приезжала... В принципе, они поставили потом машины дежурить около кампуса, чтобы все-таки в 11 или в 12 все это хоть как-то пыталось заканчиваться, но сложно там, особенно, когда есть русские и бразильцы, которые пытались, значит, обниматься с полицейскими. В этот момент, в принципе, им намекали уже, и даже пришло уведомление, чуваки, если в ваших странах за это не стреляют, то здесь полицейский может при физическом контакте применить как бы к вам силу, поэтому будьте осторожниками. И ему все равно будет кто вы и что вы. Но это все превращается в определенную тусовку, которая превращается за шесть недель по сути в такое мини-братство. Камбэк на 10 лет назад, ты чувствуешь себя снова молодым, свежим, у тебя есть доступ к телу к самым крутым создателям бизнеса. Это определенный уровень взаимодействия. То есть, я не знаю, оно убирает барьеры, которые формируют попытку сделать круто. Я не знаю, насколько у нас сейчас получится с коронавирусом и со всей вот этой штукой, потому что у нас должен был первый быть рью, и он в Москве в мае месяц. На там 150 человек из Стэнфорда. Вы это двигаетесь? Это впервые. Я пока не знаю, потому что пока народ все купил, и кто не знает, где закончится, потому что мы когда-то хотели, то есть выиграла Москва, нас там было из России всего 5 человек, и мы хотели их привезти, нужно же, типа, День Победы и прочее. Показать все. Типа, а мы привезем всех на День Победы на рьюни. Будет круто. Кто еще? Илья, я думаю, что нам нужно остановиться, потому что у тебя все сотрудники сейчас поставят себе цель в Стэнфорде. Это хорошая цель. Это хорошая цель, но хотя бы по очереди нужно отпускать людей из Штата, потому что на два месяца нужно отлучиться. И у нас есть вопросы от тех, кто нас смотрит. Первый вопрос от Алены Барматовой. Я попрошу режиссера еще раз его повторить. Какие жанры на 2020 и 2021 год ты считаешь самыми перспективными в мобайле? Ну, это вопрос, который из категории давайте, как это, узнаем. Я понимаю, я согласен. Я просто как раз и хочу ответить. Есть всегда несколько стратегий, которыми мы пытаемся оперировать с точки зрения портфеля. Есть, называется так. Вот есть, не знаю, супербольшой рынок, не знаю, Матч-3. Мы там тоже экспериментируем. Потому что он очень большой. Если даже откусить маленький его кусочек, можно заработать с помощью в данном жанре какие-то значимые деньги. Другой вопрос, чтобы пробиться на этот рынок за счет того, что фикс-кост входа на этот жанр очень дорогой. Очень сложно. Но если будет хорошая команда, мы готовы этим заниматься. Если говорить о том, что является инновационным и интересным с моей точки зрения, мы это уже на протяжении последних трех лет для себя выбрали, что нам интересны любые стратегии, любые файтинги. Опять же, сейчас речь только про мобайл. А любые нестандартные микс-механик, которые позволяют добиться результата. Поэтому просто сказать, что нет, мы хотим только жанр, там, не знаю, РПГ или там еще с десяток, не знаю, ответвление хасл-касла или там, не знаю, еще, там, не знаю, помимо Дина Ворс и Вор Роботс, еще что-то из роботов. Нет, ну, то есть мы и тоже хотим это продолжать, но в то же время мы хотим пробовать инновационные механики, потому что, бесспорно, скажем так, видение, которое есть, оно примерно следующее. Мы же не строим историю такую, я про это уже говорил, когда есть Майгеймс, он должен стать, как обычно в бизнесах происходит, в игровых, у него должно быть, не знаю, три тайтла успешных и на этом, в принципе, все, потому что очень сложно в рамках единой стратегии издать много уникальных тайтлов. Поэтому у нас каждая студия со своей стратегией, своей жанровой принадлежностью. Поэтому я бы сказал так, для нас важны не жанры, в которые лично я верю, там, или, не знаю, Никольский верит, или, не знаю, группа лиц. А команды, которые могут создавать уникальные жанры, мы готовы эту команду поддержать. Потому что делать игру буду не я, не, там, Вася, Володя или кто-то другой, да, ее будут делать, там, Саша Йенин, Володя Марков, Миш Трифонов и так далее, да, Алексей Сазонов, которые со своими идеями придут. Мы здесь больше им поможем построить. Да, я хочу, и мне нравится, там, всю жизнь РТС. Я готов эту историю поддерживать, в ней больше принимать участие. Я могу поддержать, там, не знаю, игры сториз, потому что я понимаю, как бизнес устроить. Ну, я сам сториз делать не буду, я в этом ничего не понимаю. Но если я нахожу партнеров, которые в этом понимают, я буду лучше их поддерживать и у них учиться. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Кирилла Никитенко. Каковы перспективы гиперкажал игр в течение ближайших пары лет? Скажем так, если стратегия, там, гугла и управление трачком не изменятся, перспективы хорошие, потому что любые игры — это все равно производство контента. И все зависит от его качества. Hyper Casual игры — это название даже не жанра, а способа монетизации продукта. Соответственно, способ рекламной монетизации, он хороший, он не только хорош в Hyper Casual, он хороший в обычных продуктах, потому что все развивают разные типы монетизации. А дальше все зависит от конкретной игры. У кого-то получается в Hyper Casual, просто это не только про контент. Это еще про умение находить правильный арбитраж между стоимостью привлечения пользователя и продажей его дальше через рекламу. Поэтому, бесспорно, это не только производство контента, но это еще умение работать, ну, даже не работать, это умение находить эксплойты в User Acquisition и в продажах и умение на них зарабатывать. Поэтому, как рекламная монетизация, точно с направлением ничего не будет, оно будет только развиваться. Потому что, как мы знаем, E-Com бизнес тоже растет, игры растут, им всем надо где-то покупать пользователя. Поэтому будет развиваться. Но все зависит от качества продуктов, никуда не денется. Следующий вопрос от Ивана. Фамилию, простите, я не расслышала. Можно повторить, Добряшин, Иван Добряшин. Вопрос заключается в том, я все равно ее не расслышала, я прошу прощения, Иван, но я озвучу сам вопрос. Вопрос, когда мы, как компания, это я от лица Ивана его озвучиваю, собираемся покорять AR VR рынок, чего мы ждем, почему мы этого еще не делаем? Ну, во-первых, мы не ждем, мы уже пробовали VR продукты, у нас есть игра, которая была сделана, запущена, и она, во-первых, вышла на всех платформах, ждем мы, наверное, того момента, когда этот рынок возникнет, потому что по-прежнему есть много ограничений с точки зрения, во-первых, install base основных девайсов, и если еще говорить про различные аттракционы, location-based в Китае, в Америке, они хорошо развиваются, и я вполне верю, что этот ниша, ну, хороша, или там VR, в образовании, или в строительстве, но в играх по-прежнему очень небольшая install base, и как только он изменится, мы бесспорно будем готовы развивать подобный класс продуктов, но пока есть определенные ограничения, нет в этом смысла, наверное, экономического, с точки зрения R&D мы этот путь весь прошли уже на сегодняшний день, и понимание, как делать игры, как их дистрибьютировать и взаимодействовать с платформой у нас уже есть, то есть мы еще два года назад выпустили игру на всех платформах, а как только изменится возможность на рынке, мы бесспорно будем туда инвестировать и зарабатывать продукты. Скажи, а на российском рынке что-то из того, что выпускалось последние два года, тебе понравилось? Есть хоть что-то, что тебя задело? VR и VR? Да. Ну, нет, я вообще пока не верю в текущие шлемы, во-первых. А вот в образовательной среде там есть игры для школьников, которые как раз подразумевают... Нет, в образовательную историю в любое образование с помощью VR-шлемов не обязательно для школьников, для любого типа персонала, это может применяться, потому что это оптимизирует по сути онбординг. Я сейчас даже не про школьников. Для школьников считаю, что по-прежнему тоже спорный момент. VR по-прежнему укачивает, с этими есть сложности. Да, я, к сожалению, не выдержала даже выставку инсталляцию Bjork, которую привозили в Россию. Любой онбординг, профессиональное использование VR-а это крутая тема, она может прекрасно работать и она уже хорошо работает. Ну, то есть, те вещи, которые делают, там, не знаю, строители в VR-е или, там, не знаю, в образовании, в онбординге персонала с помощью VR, по сути, ну, по сути, с помощью шлемов давая им возможность быстро освоиться, это очень круто и там это все хорошо работает. Но, опять же, мы сейчас говорим про игры интертеймента, там, где я специализируюсь и VR-крутая тема, когда станет более доступна с точки зрения девайсов. А производством контента она ничем не отличается от мобайла, PC, консоли и так далее. Ну, да, есть некоторые особенности с управлениями, интерфейсами. Ну, их вполне можно... Ну, скажем так, мы точно знаем, как их решать, а весь вопрос только в дистрибуции и в экономической целесообразности. У нас время подходит к концу, поэтому у меня два последних вопроса. Первый, который, наверное, есть в головах у всех. Как нынешняя ситуация, условно, карантин, повлияет на сферу? Скорее всего, возможно, у вас будет дикий рост. Как ты это видишь? Ну, во-первых, сложно загадывать, будет дикий рост или нет. А пока мы точно уже видим... Ну, то есть первый всплеск любого домашнего геймплея, это касается консолей и NPC. Скажем так, длина сессии, все, что с этим связано, растет, потому что люди сидят дома, и это автоматически происходит. На сколько процентов? Это видимо или это... Нам еще пока сложно сказать, потому что, ну, во-первых, в части регионов, там, в Европе это более значимо уже, видимо, но у нас просто с точки зрения выручки консольной пока и PC-шной, пока Россия достаточно большая, и это растет. Процент небольшой, сейчас прям сходу не скажу. Если что, мучите Лешу Изотову, он прям за этим сейчас активно следит, он глава нашего всего оперирования PC-консолей, рост есть. Соответственно, он рост есть и по времени, и по длине сессии, и пока по доходам. Здесь весь вопрос зависит от того, насколько это все продлится, потому что пока это похоже там, не знаю. Люди сидят дома, тратят больше, и у них кино везде все ограничилось, и бесспожно мы конкурируем там, не знаю, с Netflix, OCO и со всеми остальными в этой части. На мобайле это чуть менее заметно, потому что если люди сидят дома, они, скорее всего, будут пробовать то, что они не могли пробовать в частное время, ну, то есть, естественная причина. Ну да, не обязательно транспорт, но это все-таки более короткая история. Но там тоже мы ожидаем рост по как минимум энгейджменту. Дальше весь вопрос будет заключаться в том, что придет ли новая аудитория, либо просто текущая, кто играет, будет больше проводить там времени. И вопрос в длине данного карантина и всего происходящего. Да, в Китае видно на примере тех, кто уже прошел путь, там прям огромный был всплеск, который весь связан, по сути, с интертейментом. Мы ожидаем, что тоже всплеск у нас тоже будет. Вопрос его размера. Ну, то есть, сказать прямо сейчас, сейчас видно, что растет PC-консоль. А насколько будет расти мобайл, хотелось бы, чтобы рос. Что могу еще сказать? Несмотря на, как сказать, негативные фоны причин. И последний, завершающий вопрос. Что ты в своей работе больше всего любишь и что тебе в ней больше всего не нравится? Ну, наверное, больше всего я люблю то, что есть возможность вещи создавать и их реализовывать, притворять в жизнь. Это, собственно говоря, этот эффект. Видеть результат? Видеть результат... Это не просто результат. То есть, сам процесс создания. Это один из кусочков всего-навсего процесса созидания. Потому что, мы создали компанию, запустили продукт, он вышел, это вот вроде, да, реализовали. Но дальше есть процесс как оперирования, зарабатывания и роста продуктов, команд и всего остального. Поэтому нравится, наверное, больше всего процесс не просто результата, а созидания. И в нашем случае, так как мы не просто создали продукт, выпустили и забыли, это созидание постоянное, когда продукты — это только часть этого процесса. Что важно, то, что мне нравится. Что это не конечная история, которая, там, не знаю, выпустили одну игру и забыли обо всем, только ее копаем. Нет, во-первых, выпустили, и ее всегда развиваем. И это процесс вечный. Ну, то есть, да, результат — важная часть, но процесс созидания, который не заканчивается. То есть он помогает мне развиваться, компании развиваться. Это всегда пути нового, способы дистрибьюции, доступа к аудитории. Это многогранная часть, не просто продукт. Так, а то, что не нравится? Ну, я бы не сказал, что мне что-то не нравится в данный момент, потому что я все-таки... Нет, дело просто в том, что всегда в работе есть то, что ты обожаешь условно, и есть какие-то вещи, которые тебе приходят сделать. Нет, но мне не нравятся, наверное, какие-то вещи, что в том, что я на работе трачу, наверное, больше времени, чем бы хотелось, но, с другой стороны, оно мне нравится. То есть не достигнутый life and work balance, но ты согласен на эту историю. Скажу как бы по истории, который, да, процесс, который волнует, наверное, больше всего это данная часть, потому что, в принципе, я человек, который создает направления, их реализовывает, и не могу сказать, что у меня есть прямо там, не знаю, огромное количество каких-то барьеров, которые мне там, не знаю, нужно пойти и сломать. Да, у меня нет такой истории, как это, чтобы убедить, куда двигаться. Поэтому я опираюсь на там свои скиллы, когда пытаюсь историю, там, не знаю, протащить даже в сложной корпоративной среде, но, в принципе, получается. Не получалось бы, я, наверное, бы сказал, типа, все, стоп, я лучше, там, не знаю, как человек с предпринимательским складом ума, пойду и тогда буду строить сам. Ну, то есть если не могу дальше строить процесс. Но то, что не нравится больше всего, наверное, я бы сказал, ну, то есть, да, это не нравится, это умение выстроить воркбаланс, потому что во всех вещах много всего интересного хочется развиваться, и это весь вопрос, где поставить ту грань, которая наиболее эффективна, когда, ну, очень много возможностей. И чем ты готов пожертвовать. Да, это всегда вопрос жертвы, он такой, вот то, что не нравится, что надо чем-то жертвовать. Может быть, как бы, это то, что не нравится. Спасибо огромное за такой откровенный разговор. Это был первый, наш первый прямой эфир, первый выпуск My Games Stories. С нами был Илья Карпинский. Спасибо большое, что нас смотрели и что задавали ваши вопросы. Пишите дальше, дальше будет интереснее. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok